МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. В каменку на воздушной подушке. Северная транспортная компания возобновила рейсы до населенного пункта. Путешествия к краю земли. Туристические направления в Арктику набирают все большую популярность. Что хотят увидеть россияне за полярным кругом? Званый ужин. Гастрономический фестиваль в Ненецком округе завершился фееричным шоу. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска информация о заболеваемости в регионе. Еще 36 случаев COVID-19 зарегистрировано в Заполярье за прошедшие трое суток. Два человека скончались от коронавирусной инфекции. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. Из 36 заболевших 28 жителей Наринмара. Три человека из Шойны и по одному из Красного и Тельвиски. Кроме того, выявлено три привозных случая заболевания коронавирусом из Египта и Москвы. На лечении находится 193 человека. Из них в стационаре 29 пациентов. Амбулаторно лечится 164 жителя. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пеши, Оми и Неси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача по НАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. О важном для жителей сел. Во Дворце культуры Арктика стартовал ежегодный семинар глав муниципальных образований. Он продлится до 3 декабря. В течение недели перед главами выступят руководства и представители профильных департаментов управлений, учреждений надзорных и контролирующих органах. Цель обучающих семинаров – повышение эффективности органов местного самоуправления и решение проблемных вопросов в различных сферах. В программе первого дня встречи с представителями прокуратуры, окружной полиции, налоговой службы, военкомата, избиркома, госюрбюро, управления имущественных отношений, департамента финансов и департамента внутренней политики. И теперь важная информация для пользователей общественного транспорта. С 1 декабря изменится маршрут следования нескольких автобусов. Об этом сообщает мэрия. Четыре номера автобусов «Двойка», «Четыре А», «Шестерка» и «413-й» на Ринмарского АТП изменят маршрут. Конечную остановку с улицы Рыбников вернут на прежнее место – на улицу Ленина. Напомню, остановка была перенесена 6 июля 2020 года из-за дорожных работ. На минувшей неделе, 23 ноября, дорога была открыта для движения. Затем были внесены изменения в схему движения для общественного транспорта. Добраться с ветерком. Северная транспортная компания возобновила рейсы на воздушной подушке в Каменку. Из-за торосев и промоин было невозможно добраться до населенного пункта. Тему продолжит Наталья Дуркина. Этот рейс в деревню Каменка второй за неделю. Ранее в течение месяца судно на воздушной подушке не могло доехать до населенного пункта. Жителям поселков приходилось добираться различными способами. Первая подушка, когда пошла, мы доехали, ну сколько там, не доезжая деревни, нас высадили. Мы поехали на транспорт, где на сверху заказали. Я уехала на подушке еще, когда не было льда, последним рейсом. И все, больше не ездила. Дело в том, что река на протяжении практически всего маршрута в Таросях. Из-за этих нагромождений и обломков льда суда на воздушной подушке не могут проехать. Впрочем, селяне уже привыкли к таким особенностям транспорта. Особого возмущения нету. Люди понимают, что небезопасно, так сказать. На самом деле, суда специфические на воздушной подушке, они, грубо говоря, ходят на воздухе. И вот эти элементы, которые удерживают воздух, гибкое ограждение, резина, она в эти Таросы рвется, изнашивается. И, собственно, можно потерять ход и остаться в этих Таросах. Чтобы безопасно добираться до населенных пунктов округа, необходимо дождаться устойчивого снежного покрова, который разровняет дорогу. Первый рейс до Каменки пробивались. Ну, где-то подчищали. Ну, сегодня получше, сегодня снега немножко подсыпало. Но все равно много Таросов, как вы можете сами видеть. И Таросы довольно большие. Потому что, ну, дальше я пока двигаться, дальше Каменки, там, на Виску, на Лабожской не могу, потому что, ну, будем ждать, пока еще подзаметет. Следующий рейс будем пробовать до Виски, до Лабожского. Сейчас судно на воздушной подушке ходит в Нельминос, Оксина, Кую, Анзик, Хангурей, Каменку и Тельвиску. Рейсы в Тошвиску и Великобисочное запланированы на 14 декабря. Кроме того, по средам жители сел, расположенных вниз и вверх по Печоре, могут добраться в город и обратно на вертолете Наринмарского объединенного авиаотряда. Рейс выполняется в период межсезонья при наличии загрузки. Наталья Дуркина, Александр Литкова, Леонид Шишевов, Телеканал Север. Внимание, налогоплательщик! 1 декабря наступает срок уплаты налогов за 2020 год. Чтобы избежать просрочки и начисления пения, налогоплательщикам необходимо проверить свои налоговые счета. Владельцам имущества, а именно домов, земельных участков, транспортных средств, необходимо оплатить налог в срок до 1 декабря. Чтобы своевременно уплатить налог, можно воспользоваться сервисами федеральной налоговой службы на сайте официальном, в мобильных приложениях для тех людей, кто пользуется планшетами, мобильными устройствами. Это мобильное приложение называется «Налоги». Также оплатить налоги можно через портал госуслуг или обратиться на почту или отделение Сбербанка. Для граждан, кто не получил налоговое уведомление, рекомендовано обратиться в налоговую инспекцию или в отделение МФЦ. После срока наступления уплаты со 2 декабря начинают начисляться пения за несвоевременную уплату налога. Мой город – моя забота. По всей России продолжается прием заявок на конкурс, нацеленный на создание благоприятных условий для социально-экономического развития территорий. С учетом мнения молодых граждан формирования качественной окружающей городской среды. Участниками могут стать молодые люди в двух возрастных категориях – от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Конкурс проводится в два этапа. На заочной принимается работа, в которой необходимо представить описание инициативы, предложения в соответствии с выбранной номинацией, совместно с электронной презентацией. Участники до 1 марта 2022 года должны пройти регистрацию на сайте Инкульт в разделе «Мой город – моя забота». При регистрации необходимо заполнить анкету, указать номинацию и прикрепить свою конкурсную работу. Те, кто наберут максимальное количество баллов по каждой из номинаций, будут приглашены организационным комитетом для участия в следующем этапе. Что касается очного этапа, на нем рассматриваются работы по номинациям в виде электронной презентации «Эскиз идеи об устройстве общественных пространств». Последний этап включает в себя публичную защиту конкурсных работ по каждой номинации и возрастной категории, образовательную и культурную программу, торжественное награждение участников и победителей очного этапа всероссийского конкурса. Контактную информацию вы можете увидеть на своем экране. Арктика – мечта многих. В последние годы путешествия по родной стране приобретают популярность у россиян. Поэтому поездка на Крайний Север теперь не что-то необычное. Путешественники хотят посмотреть на арктические пейзажи и, конечно же, своими глазами увидеть северное сияние. Об открытии зимнего туристического сезона в Ненецком округе расскажем далее. Путешествия по России стали приобретать особую популярность в последние годы. Объехать необъятную решил и Алексей Трубицын. На его счету более 350 городов. Мужчина ведет свой блог «Россия вдоль и поперек», где показывает, что путешествия внутри страны могут быть такими же увлекательными, как и за границей. Даже объехав сотни городов, Алексей все еще открывает для себя что-то новое. И Ненецкий округ не стал исключением. Меня просто удивило, что в наших городах много, может быть, всего интересного, но мы, в принципе, об этом не догадываемся. И я решил в своем блоге показывать, что в разных городах есть интересное. Но стараюсь находить самое интересное и показываю это. Для жителей других регионов прогулка на снегоходе – это экстремальный вид развлечения. Арктические пейзажи вызывают неописуемый восторг. Ведь не каждый день выпадает шанс увидеть тундру своими глазами. Сегодня мы на снегоходах уехали в тундру куда-то через деревья красивые, всякие там рельки заснеженные, невероятно было красиво. И сейчас здесь мы знакомимся с местным народом, мне все рассказывают, очень интересно. Но наш округ интересен не только блогерам. Официальный зимний туристический сезон открылся в регионе в середине прошлой недели. Особой популярностью пользуются драйв-туры на снегоходах, потому что для людей, которые далеки от Арктики, Ненецкий округ действительно привлекателен. Преимущественно сюда едут в поисках северного сияния и, наверное, стойбище оленеводов. Все-таки у нас в регионе реальные стойбище – это не постановка. Это люди так действительно живут по сей день в тундре и кочуют в тундре с оленями. В большей степени за этим едут к нам. Центр арктического туризма имеет в своем арсенале шесть зимних туров, среди которых один день из жизни оленеводы, рыбалка и различные этнографические программы. Благодаря им люди могут ближе познакомиться с округом, при этом испытав весь спектр эмоций. А для того, чтобы в Ненецкий округ приезжало больше туристов, проводится колоссальная работа. Я выскажу свое субъективное мнение, не основываясь на таких показателях. Я вижу положительную динамику роста потока туристов в Ненецкий округ. Ненецкий округ интересен. Ненецкий округ рассказывает о себе на международных площадках, на межрегиональных площадках, в социальных сетях, на всевозможных туристических порталах. Динамика есть и динамика будет продолжать расти, я уверен. Помочь в развитии туризма Ненецкого округа может каждый житель региона. Благодаря социальным сетям наши горожан, подписчики из других регионов, могут увидеть красоту в том, что для нас может показаться обыденным. Ведь даже в городе, в котором ты живешь всю свою жизнь, есть то, что цепляет и завораживает. Стоит только попробовать прогуляться не как местный житель, а как турист. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Шоу «Гараж Лайф» возвращается в новом формате. 4 декабря в 17.00 на сцену Дворца культуры Арктика выйдет Народный хор русской песни имени Вячеслава и Майи Смирновых. Артисты представят как новый репертуар, так и полюбившиеся зрителю номера. Изюминкой концерта станет участие инструментальных и хореографических коллективов. Концерт пройдет в уже полюбившемся зрителями шоу. В этот раз формат немного преобразится под тематику аккомпанемента, который исполняет народный коллектив. Формат мероприятия шоу «Гараж Лайф», но будет уже избушка лайф, потому что в свой гараж я пригласил Народный хор русской песни имени Вячеслава и Майи Смирновых. Такой прославленный коллектив просто было неуместно приглашать в гараж, поэтому мы сделали избушку. Но тем не менее лайф. Живой звук, живое общение со зрителем, я считаю, что это будет интересно как самим участникам хора, так и зрителю. Помимо того, что вы сможете вживую увидеть концертные номера, для зрителей также будет предоставлена эксклюзивная возможность напрямую пообщаться с артистами коллектива. Как и на предыдущих сериях шоу, так скажем, будет действовать система, когда зрители могут писать смс-сообщение на номер телефона специальный, мы его уже озвучим в зале и там, возможно, на раздаточном материале на каком-то донесем до зрителей. То есть каждый может написать смс или просто смс-ку, или через мессенджеры на этот номер и таким образом задать вопрос зрителям, может быть, передать свои впечатления, какие-то эмоции свои выразить, там, восторг или что-то еще. Приобрести билеты можно через сайт Дворца культуры Арктика или в кассах. Также для молодежи в возрасте до 22 лет есть возможность воспользоваться пушкинской картой. Более подробную информацию о концерте можно узнать на официальной странице Дворца культуры в социальной сети ВКонтакте. Фееричное шоу и вкусные блюда. В Ненецком округе завершился гастрономический фестиваль. Красивым завершением стал званный ужин. Чем кормили гостей в одном из ресторанов Наринмара, расскажет Катрина Тайборей. Герои вечера приветствуют гостей. Приглашенный бренд-шеф Алексей Дыма вместе с шеф-поваром городского ресторана Дмитрием рассказывает о блюдах, которые приготовили на ужин. Нам принесли первое блюдо. Это севиче из нельмы с соусом из омлевой икры, копченым соусом. Сейчас попробуем. Очень интересный вкус чувствуется. Далее подают патэ с таежными грибами в оболочке из ростбифа на брусничном соусе. Это горячая закуска из печени и вырезки оленя с ягодным соусом. Но перед этим блюдо проходит подготовку, а гостей ждет яркое зрелище. Гости довольны. Во времена пандемии подобных мероприятий очень не хватает. А такая возможность позволяет насладиться вкусом еды и жизни. Нам очень нравятся такие мероприятия, особенно с такими приезжими интересными шефами. Очень интересно. Мы защищаем каждый год. Очень вкусно подача и впечатление хлеба и зрелища, как говорится, что еще нужно. Всего гостям удалось попробовать пять блюд из местных продуктов. Повара старались сохранить естественную палитру вкусов. С самого утра на кухне все кипело в прямом и переносном смысле. Сегодня весь день готовились. Ну, конечно же, шведский стол в рамках тоже фестиваля у нас проходил. После этого мы начали готовиться. На кухне тоже все подготавливается полным ходом. Фестиваль организовали сотрудники Центра развития бизнеса. Всего в гастрофесте принимали участие четыре ресторана округа. В каждом прошло по два мероприятия. Съемки гастрономического шоу «Еда – это не главное» и «Званый ужин». Также в 2021 году в рамках фестиваля прошла презентация кулинарной книги НАО. Смысл этих ужинов в том, что мы привлекаем сторонних шеф-поваров с определенными секретами авторской кухни. Издание книги заняло очень большой период времени, потому что это очень непростая такая вот труд. Это же нужно было согласовать с шеф-поварами, это нужно было посмотреть и исторические какие-то рецепты. Отметим, что все мероприятия прошли с соблюдением антиковидных мер. Катерина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Примерить на себя профессию мечты. В Наринмаре уже третий год работает единственное детское журналистское объединение. Амбициозные и грамотные подростки учатся в СМИ региона, чтобы потом стать достойными представителями «Пищущей братьи». О юных дарованиях расскажем далее. Мы проверяем все кадры на соответствии цветов. Каждый четверг юные журналисты знакомятся с особенностями профессии. Познают истину о тех, кто уже не первый год рассказывает жителям округа о важных событиях. На этот раз ребята пришли в офис телеканала «Север», чтобы узнать о таком значимом человеке на телевидении – монтажере. Может, какие-то косяки будут? Косяки бывают во время съемки? Ну вот. И тем самым исправить во время монтажа? Во время монтажа, да. Все ребята пришли в клуб юных журналистов по разным причинам. Кто-то любит писать, кто-то в дальнейшем собирается выбрать хобби как будущую профессию, а кто-то попал в клуб по чистой случайности. Алиса писала статьи в школьную газету, а также для российского движения школьников. Летом она поехала на большой пикник от РДШ, на котором познакомилась с журналистами и решила углубиться в эту профессию. В сентябре я увидела на портале НАУ24 рекламу о том, что в юнкоры начинается набор. И решила попробовать. Узнала у своей подружки, которая уже сюда ходила, и пришла сюда. Мне очень здесь все нравится. Ребята в рамках занятий клуба посещают редакции всех СМИ города, а также смотрят на работу при службе администрации Ненинского округа. На телеканале «Север» ребята не впервые. Кураторы стараются показать им работу журналиста без прикрас. А сами юнкоры пишут свои статьи в рубрике «Проба пера» в газете «Нарьяна Виндер». Три года назад, когда готовились мероприятия юбилейные к газете «Нарьяна Виндер», мы решили восстановить работу когда-то работающего клуба. И мы не думали, что эта идея, она будет превратиться в такой долгосрочный проект, который будет действительно иметь успех. Сейчас работа клуба нацелена на пополнение портфолио ребят, чтобы они смогли получить образование журналиста в хорошем вузе. Трое выпускников юнкоров уже получают знания в университетах, а еще четверо только готовятся вступить в ряды студентов-журналистов. Перед кураторами клуба также стоит задача – найти подростка, который бы рассказывал о жизни округа на национальном ненецком языке.